Ну а мы продолжаем. Спорт, как известно, вне политики. Однако на этой неделе имела место попытка втянуть в политические игры украинских футболистов и болельщиков. В честь приближающегося профессионального праздника вооруженных сил Украины, игроки футбольного клуба «Шахтер» вышли на поле в футболках 26 лет. Гордимся! Акцию организовали Министерство обороны и Федерация футбола Украины. Но не всем благородный порыв пришелся по душе. Нашлись нечистоплотные люди, попытавшиеся спровоцировать спортсменов ради, собственно, пиара. Кто затевает грязную политику вокруг спорта, разбирались наши корреспонденты. А вроде бы ничего не предвещало скандала. Дети по традиции выводят футболистов на поле. Игроки делятся секретами с юными фанатами. Матч начинается традиционно. Но не всем праздник спорта пришелся по душе. Шахтар под час останнего своего матча в премьер-лизе заборонил детям украинских вояков, которые выводили команды на поле, одягать футболки с написом «Мой батько-герой». Неофициальная акция «Мой отец-герой» – это когда дети воинов АТО выводят игроков на поле в одинаковых футболках с этими же надписями. Так было несколько раз. Организовывалась она общественная организация, которая назвала себя Федерацией футбола воинов АТО. Только не так все патриотично, как это хотят представить организаторы. Я дякую за пиар тем, кто это делает. На самом деле у меня такого же пиара никогда не было. Это Руслан Руденко. Называет себя президентом Федерации футбола воинов АТО. На футболке логотип организации. Хотя не все, кто пришел на эту пресс-конференцию в такой же футболке – ветеран. Пан Руслан Руденко есть полным популистом. Я, ну, и сохраняю. Почетный президент клуба «Днепру-1» Юрий Береза знает, о ком говорит. Его команда когда-то играла в Лиге ветеранов АТО, но ушла с поля именно из-за Руденко. Я скажу, что он не чисто плотная людина. Это как минимум. Там, где он, там завжди скандал. На жаль. В разное время Руденко был директором фирмы «Такси», учредителем сомнительной кредитной фирмы и благотворительного фонда. В начале войны поставил благотворительность на поток. Говорил, что собирает деньги для воинов АТО. Что ты сделал за три года? 13, 14, 15 риг. И кем ты был до этого? В разгар войны его фамилия уже в списке кандидатов в депутаты. Рекламные борды говорят, что Руденко поддерживают воины 12 батальона. Но вот организация «Опора», которая фиксирует нарушения и злоупотребления на выборах, следов волонтерской деятельности на благо воинов АТО, в биографии Руслана Руденко не нашла. На жаль, он использует благородные понятия участников войны на Сходе. И это для меня большой жаль. Створю я проблему, а потом вырешу я запевню дивиденды. Именно в день, когда дети выводили игроков «Шахтера» на поле стадиона имени Лобановского, тот самый Руслан Руденко от имени Футбольной федерации воинов АТО и предложил футболистам одеть те самые футболки. Наш клуб никогда не будет участвовать в этих фейковых проплаченных акциях. И дело не только в личности того, кто пытался обернуть тему патриотизма в звонкую монету и личный пиар. В футболе есть такое понятие – регламент. За час, за два, до матча ее изменить этот регламент невозможно. Команда выставляет свою форму одежды, в какую они будут играть. А вот что бывает, когда регламент нарушают. Несколько лет назад защитник Днепра Самуэль Инкум, уходя с поля, снял синюю футболку и получил желтую карточку. А «Шахтер», выполнив регламент, стал жертвой инфокиллеров и, к сожалению, особенно активных болельщиков. На глазах у всей страны в Харькове автобус «Шахтер» остановили не активисты-болельщики, а не очень вежливые представители национального корпуса. Национальный корпус «Украинская ультраправая националистическая партия», созданная 14 октября 2016 года. Несмотря на угрозы и давление участвовать в неофициальных акциях, клуб отказался. Информационная атака не заставила Горняков отступить от футбольного регламента. Тем более, уже следующим вечером команда принимала участие в акции Футбольной Федерации Украины, запланированной задолго до провокации на игре с Олимпиком. Желтые футболки с простой лаконичной надписью «Гордимся». Это как раз и была та самая официальная акция по случаю 26-летия вооруженных сил. Ее и готовили заранее. Федерация футбола Украины совместно с Минобороны. Соответствующие письма были разосланы в клубы, которые вышли в четвертьфинал Кубка Украины. 22 ноября Министерство обороны Украины, которое является официальным коллективным членом Федерации футбола Украины, обратилось официальным письмом к Федерации футбола Украины провести акцию в поддержку воинов Украины, которые и воюют в антокрессийской операции, и на те, которые находятся здесь. На прошлой неделе мы в четверг получили письмо от Федерации футбола Украины, что на матче Кубка Украины это письмо было отослано в Кашахтеры, в Десине, в Ворске и в Кальвов. Что будет проводиться акция с участием детей воинов АТО. И мы сразу ответили, что да, мы приняли участие. Дети вывели своих кумиров на поле и получили на память мечи. Официальная акция в поддержку воинов и прошла бы как должна. Без лишней помпы, но с уважением к тем, кто защищает Украину. Но для рядовых инфовойны форма футболистов все равно будет не та, ведь нужный результат уже прописан в сценарии. Мария Мариуменская, спецспортивная арена «Металлист» в Харкове, про моральный выклик донецкой команды «Шахтар», которым они сманіпулювали. Очевидно, что команда в Львове, тренируясь, войны не видит. Тогда на случай дальнейших выпадов опытным телеведущим стоит напомнить, что «Шахтер» тренируется не в Львове, а в столице уже три года. А войны лучше не видеть вообще ни из Львова, ни из теплой киевской студии. Как, собственно, и политику в футболе высматривать не стоит. События недели.